Перед нами стоит задача подготовить исследовательский стенд для повторения каких-то опытов с использованием Mininet. Итак, для этого нам нужно скачать Mininet, лучше всего образ виртуальной машины, вот у нас на GitHub Mininet, релизы. И вот у нас последний 2.3.0 релиз, а перед этим был 2.2.2. В чем основная разница? В 2.3.0 у нас переход был на Python 3, а в 2.2.2 еще работал Python 2, как основной Python. Если у вас скрипты для исследования написаны на Python 3, вы качаете Mininet 2.3.0. Если у вас, ну или последующие, если у вас на Python 2 написаны скрипты, ну это легко определить, например, по опции Print. Если в версии 3 Print это функция и аргумент идет в скобках, то в версии 2 Print это оператор, и после него то, что он печатает, идет просто через пробел. То мы должны использовать 2.2.2 последний. Ну давайте вот 2.2.2 и используем. Скачаем вот этот имидж. Значит я его, у меня виртуальные машины варвэм, сделаю каталог Mininet 2.2.2 и в него скачаю. Вот он скачивается. Образ небольшой и в принципе скачивается достаточно быстро. Но в основном скорость закачки зависит от скорости, которую выдает GitHub, а во вторую только очередь от скорости вашего соединения. Так, качает пока. Итак, у нас качалось. Вот Mininet. Распакуем. Unzip Mininet. Так, вот распаковалось. А вот смотрите, вот у нас имидж есть. Он в переносимом формате vmdk. И файл для того, чтобы импортировать. Это файл описания этого имиджа, все параметры. Давайте мы запустим VirtualBox и импортируем файл. Импорт конфигурации. Найдем. var.vm. Вот этот скрипт. Далее. Значит, папка машины мы будем... Опять же, в этот каталог я делаю. Вы делаете, естественно, по своему удобству. Значит, вот тут галочка, что жесткий диск как VDI. Дело в том, что нормально с VMDK VirtualBox работать не будет. У него свой формат VDI. Ну, давайте импорт сделаем. Машина импортирована. Давайте настройки проверим. Вот у нас ошибка идет. Какая ошибка? Написано, что нужно VMSVGA сделать. Это видео. VMSVGA изменилось. Дальше сеть. У нас сеть NAT, но это сеть для доступа наружу. А нам нужно, чтобы мы еще с локального компьютера подключались. То есть, вообще, когда вы производите работу только с VirtualBox'ом, только вот с Mininet'ом в VirtualBox'е, и вам нужно соединяться только с локальным компьютером, вам, собственно, NAT не нужен. Но тут у нас NAT может понадобиться, чтобы качать скрипты из GIT'а, например. И добавим второй адаптер. Для внутреннего подключения у нас виртуальный адаптер хоста. И запустим. Mininet и пароль Mininet. Вот набрал. Давайте посмотрим и в конфиг. Вот у нас наш адрес. Это внутреннего хоста. Он типа 192.168.56.106. Вот мы его пропингуем. Пинг 192.168.56.106, по-моему, да? Да, вот он пингуется. Но нам нужно для того, чтобы потом скачивать из интернета, поднять еще второй интерфейс. dhc-client. 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 Сам Linux тут перенумерует, как хочет. В принципе, мы могли бы в конфигах описать, чтобы был в таком же порядке, как и в виртуальной машине Oracle задано. Ну, нам это безразлично. Но мы проверим сейчас, что мы в интернет выходим. Вот пропинговали Google DNS. И теперь нам настроить только подсоединение внутрь этой виртуальной машины. Значит, ситуация следующая. Как видите, виртуальная машина урезанная. И вот варшарк есть. Но запустить-то мы его не сможем. Тут нету ни иксов, ничего. А приложение варшарк есть. Поэтому мы запускать все это должны с нашей локальной машины. Тогда он пробрасывает порты и запускает приложение на виртуальной машине. А графику уводит на нашу машину. Вот мы должны сделать SSH. Мининет. Мининет. Ну вот подключились. Чтобы каждый раз не набирать эту волшебную пароль, которую, как вы видели, я не всегда могу нормально набрать, я скопирую свой ключ на виртуальную машину и буду по ключу подсоединяться. Мининет. Скопировал. И теперь SSH. Мининет. Без всякого ввода пароля мы подсоединились. А дальше уже можно скачать скрипты, какие нужно запустить, всякую операцию. Ну вот.